День с толком Наркоманы, деревья, спорткомплекс за круглым столом решали, что все-таки должно быть в парке имени Ленина. Ольга Казанцева вновь назначена уполномоченным по правам ребенка, несмотря на пробелы в ее работе. Ломают руки, ноги, позвоночник. Куда обращаться, если неудачно скатился с горки? Начинаем выпуск с темы, которая волнует барнаульцев уже вторую неделю. Построит в парке имени Ленина физкультурно-оздоровительный комплекс или нет? Точек зрения высказано было много, а накануне все заинтересованные стороны собрали за круглым столом. Так будут ли на этом месте через несколько лет тренироваться детки или останутся белочки и птички? Послушайте, что говорили на круглом столе рубрика без комментариев. Почему в этой ситуации рассматривается эта площадка? Потому что все же это на стыке двух районов. Индустриальный Ленинский с численностью порядка 300 тысяч. Очевидно, что у нас есть дефицит государственных бесплатных секций. Здесь мы строим за деньги государственные, соответственно, там будут размещаться государственные секции. То есть для ребятишек это бесплатно. Жители поселков пригородных, это вот Новосиликатный, Власиха, Октябрьский и так дальше, они выделены в такую самостоятельную территориальную единицу. Но там острая потребность в спортивных комплексах. Если бы там появились центры, может быть единоборств, может быть игровые спортивные залы, это было бы решением проблем как вот действительно зеленых зон, так и проблем обеспеченности жителей именно вот этих районов. За текущий год на территории парка зарегистрировано два случая задержания лиц с наркотическими веществами. Один грабеж, восемь драк и конфликтов, в которых пять человек получили телесные повреждения. Десять лиц на территории парка были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Три сообщения о лицах, демонстрирующих половые органы. Практика есть, что как раз возле спортивных объектов создавать парковую зону. Мы все за спортивные объекты, мы все за парковые зоны. Давайте вместе создавать. Говоря об этой территории, должен сказать, что она должна кому-то принадлежать. У каждого объекта должен быть хозяин. Я готов заниматься этой территорией. Но она должна быть, во-первых, огорожена, и доступ должен быть свободен. Допустим, как это сделано в Москве. Сегодня приводили примеры Москвы. Московские парки закрываются в 11 часов. И без вырубки там никак не обойтись. Только либо дождаться, когда это дерево упадет. Ответровало, слава богу, чтобы никого не прибило из детей. Тогда мы, наверное, будем по-другому эту проблему уже смотреть. И тогда мы начнем делать посадки. Мы должны убирать старые деревья. Мы должны убирать эту поросль, которая размножается вегетативным способом. Если кто не забыл, то клен, это у нас сегодня растение не нашей широты. Оно завезено далеко из других пределов. И оно сегодня размножается, как паразит. Это сорняк. Для того, чтобы город был нормальным, комфортным, нужно 40% территории отвезти под зеленые насаждения. И не важно, что на них растет. Я понимаю. Вот каким образом вы предлагаете это заменить? То, что в этом парке, это необходимо, я думаю, всем очевидно. Там деревья старые. Еще раз объявляю, если мы объявим парки больше, там, скольки-то гектаров особо охраняемой природной территории... Кто вам такую ересь-то сказал? Особо охраняемая природная территория... Город Екатеринбург, так сказал. Так вы, наверное, законодательство... Да здесь через что прошел город Екатеринбург? Вы людей-то не подейте, пожалуйста. Я в Екатеринбурге заканчиваю университет и знаю прекрасно, как там все университет. Через что прошел этим летом? Я вам скажу следующее. Особо охраняемая территория бывает и федерального, и краевого значения. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в очередной раз общается с журналистами. Для главы государства подготовили больше двух тысяч вопросов, но, конечно, не все он успеет обсудить, не на все ответить. Хотя традиционно пресс-конференция длится от трех до четырех часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, тогда общение продолжалось 4 часа 40 минут. Спрашивают о разном, об актуальных проблемах и личном. Какие вопросы в этом году задали бы рядовые барнаульцы президенту, узнаем от них самих. Когда наше правительство обратит внимание на сельское хозяйство, я бы хотела задать такой вопрос. А почему? Ну, потому что реальная помощь нужна сельскому хозяйству, нашим людям на селе. Потому что село буквально вымирает. Специалистов вообще нет, и молодежь не возвращается. Когда бы дороги сделали хорошие. А почему? Ну, потому что, ну, вы видите наши российские дороги. Даже по Барнаулу. Вот такие вот, как по кочкам едешь, вот такие же дороги. Я как бы болею за город, и мне бы хотелось, чтобы у нас не страшно было ходить. У меня ребенок в лице 129-м, дорога очень скользкая. И вчера буквально 10 минут только до светофора бегала. То есть вам больше городские какие-то хотели сделать? Да, городские, мусорки. Это же кошмар. Ржавые, страшные, даже возле сумма. Ну, когда бюджетника повысит, все-таки заработную плату. Вот в медицине, по крайней мере. Как бы сделать так, чтобы в нашем городе была возможность хорошо сортировать мусор? Меня волнует сфера газа. То есть у нас газификация края сейчас как-то не сильно высокими темпами развивается. И хотелось бы, чтобы даже в отдаленные районы края пришел газ. Был о чем поговорить и краевым депутатам. Заключительная сессия краевого законодательного собрания запомнится жаркими спорами о будущем безнадзорных собак и детей, оставшихся в трудной ситуации. Депутаты разбирали проекты, связанные с бесплатной стерилизацией и назначением уполномоченного по правам ребенка. Как завершился год в АКЗС, расскажет Анастасия Дороган. Я директор зоопарка, поэтому кукла вот такая. Сегодня в АКЗС без игрушек не пускали. Куклы, плюшевые медведи, лего – все это елка желаний. Депутаты исполняют мечты алтайских детей из детдомов и малоимущих семей. Это здорово, это замечательно. Хорошо, когда в Новый год у кого-то есть возможность подарить подарок, а у кого-то есть прекрасная возможность получить то, что хочу мечтать. В интересах детей депутаты продолжили выступать уже в зале. Непростым вопросом сессии оказалось назначение Ольги Казанцевой, уполномоченной по правам ребенка в новой жизни института, уже не в рамках исполнительной власти. Новый этап развития института предполагает большую информационную открытость. Публичное обсуждение доклада о положении детей в регионе. Для учета мнения детей будет функционировать детский общественный совет. Хорошая чиновница, у нее хороший отчет, она хорошо взаимодействует с органами исполнительной власти, но это совсем не про то, о чем мы сейчас говорим. Наша позиция такая, что на должности уполномоченного по правам ребенка, как и на федеральном уровне Анны Кузнецовой, должен находиться общественник, волонтер. Она уже понимает, что это не должность чиновника как такового, что это высший, но это и не должность человека, который строит свою деятельность только на эмоциях. Некоторые фракции не поддержали Казанцеву, укоряя ее в закрытости и принятии позиций госструктуру, но большинство одобрило ее на значение. Также депутаты прописали в краевом законе понятие социального предпринимательства. С апреля 2020-го такой бизнес начнут вносить в реестр, чтобы выделять поддержку. Внесли коррективы и в закон по обращению с животными. Уже с января муниципалитеты должны помещать животных без владельцев в приют и вакцинировать. Но приюты на Алтае есть лишь в городах, и из выделенных 16 миллионов освоены далеко не все. Давайте сегодня все деньги, которые у нас останутся, например, 10 миллионов, отдадим. Например, сегодня начнем с города Барнаула. Отдадим городу Барнаулу и наведем порядок в городе Барнауле. В следующем году берем следующий. Над этим предложением депутаты подумают уже в следующем году. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Традиционная русская забава катания с ледяной горки довольно часто оборачивается серьезными травмами. Только за прошлые новогодние праздники на Барнаульских горках пострадали почти 40 детей. Куда обращаться, если несчастный случай все-таки произошел? И как кататься, чтобы отпраздновать Новый год не на больничной койке? Знает Валентина Аскерова ей слово. А сейчас в столбах какой-нибудь. И таких инцидентов в интернете множество. Ледяная горка, казалось бы, детская забава, крайне травмоопасна. Здесь ломают руки, ноги, получают ушибы и сотрясение мозга десятки человек. Причем как взрослые, так и дети. Чтобы не скатиться с горки прямиком в больницу, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Не скатываться стоя, спиной и уж тем более головой вперед. Делать это нужно очень аккуратно. А как только вы скатили, сразу отходите в сторону, иначе есть большой риск, что вас собьют. В особой опасности, естественно, дети. За ними нужен глаз да глаз. Не безопасно для ребятишек, конечно. Нет, надо аккуратно смотреть, следить за ними. Здесь очень... в прошлом году мы здесь были, перед Новым годом. Тут такое было столпотворение, что я даже боялась своего внука на большую вот горку. Вот эта большая, я боялась его пускать. Правда, есть и те, кто уверен, что на горке так же безопасно, как и дома. Я думаю, что если горки делают, то, наверное, скорее всего, безопасность прежде всего. И поэтому они уже сделаны с той целью, чтобы было безопасно. Кстати, в прошлом году инцидент на горке даже дошел до суда, рассказывает адвокат Илья Колесников. В индустриальном районе ребенок скатился со снежного аттракциона и получил компрессионный перелог позвоночника. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Через суд пострадавшим выплатили компенсацию, а вообще за это грозит не только штраф. Если будет получен тяжкий вред здоровью, либо смерть, там ответственность наступает по второй части, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Если перелом, они будут относиться к тяжкому вреду здоровью, как правило, либо средней тяжести вреда здоровья, тогда первая часть – это преступление средней тяжести. Есть и нюансы. Если горка официальная, к примеру, на площади Сахарова, то подавать в суд в случае травмы есть на кого – подрядчика, который строил горку, или же на администрацию. А если горку слепил сосед во дворе и произошел несчастный случай, то судить и требовать компенсацию по сути не с кого. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком. До Нового года меньше двух недель. Ирина Корчагина, как и большинство горожан, готовит подарки близким. А еще она узнала, как можно сделать приятное тем, кто не может встретить самую волшебную ночь года в кругу семьи. Крыски, елочки, дети – от этих открыток таят сердца даже у парней. Это оцифрованная картина студентов политеха. Всего за пару недель в университете раскупили больше ста новогодних открыток. Чаще всего отправляют бабушки, дедушки, либо родителям. Студенты, которые живут в общежитии и которые хотят сделать приятное, как издалека. Открытки подарят тепло не только адресату, но и детям, которые остались без родителей. Все средства перечисляются на новогодние подарки малышам. Вот казалось бы, такая малость, а розовый цвет бабушка любит. Своего Деда Мороза ждут не только дети, но и пожилые люди, которые не смогут встретить Новый год в кругу семьи. Шесть лет подряд фонд «Старость в радость» готовит подарки для бабушек и дедушек в дома престарелых. Это обычные варежки, шарфы, носки, парфюм, кремы, конфеты. Большая мечта многих пенсионеров – радиоприемник. Желание исполняют обычные барнаульцы. Каждый пакет надежды приходится проверять. У продуктов должен быть большой срок годности. Еще же важно каждую открытку просмотреть. Детки не всегда понимают, что можно писать и чего нельзя. И у нас ребенок как-то подписал открытку, подарок тем, кому не повезло. Бабушку это может ранить. В этом году в Барнауле собирают подарки для 20 домов престарелых. В них живут почти 2000 человек. Уже удалось упаковать 1300 подарков. А вот этот подарок не дойдет. Потому что вчера, к сожалению, нашего деда Вени из цивенного интерната не стало. Так бывает, когда мы не успеваем и, к сожалению, это сильно ранит. Но еще можно успеть поздравить других. Бабушки и дедушки очень ждут халаты, тапочки, шампуни, кружки. Журналы, сладости, чай и кофе. Все эти недорогие подарки помогут им, как детям, поверить в новогоднее чудо. Стать Дедом Морозом можно до 25 декабря, оставив подарок в пунктах сбора. Всего их 18. Полный список смотрите на сайте «Старость в радость». Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком. Сегодня в Барнауле на подиум вышли предприниматели. Случилось это впервые в истории благодаря Алтайскому фонду малого и среднего предпринимательства. А бизнесмены социальной сферы встретились с потенциальными инвесторами и рассказали о своих проектах. Подробнее в сюжете Дарьи Эйдемиллер. 11 бизнесменов, 24 инвестора. На повестке дня «Социальное предпринимательство». Сейчас это главный тренд в маркетинге. Проекты на суд инвесторам привезли разные. Образовательные центры для детей и взрослых, производство головных уборов для людей, потерявших волосы, площадки семейного отдыха, школа кино, центр социального обслуживания. Позиционируем себя как компания, которая осуществляет качественный профессиональный уход. То есть мы ухаживаем за людьми, которые не могут выйти из дома. Встреча инвесторов и социальных предпринимателей – событие уникальное. Это своего рода пилотный проект. О нем мечтали 6 лет. Еще 6 месяцев готовились. Среди потенциальных инвесторов – представители банков, власти, бизнеса и частные лица. Социальное предпринимательство без личного отношения невозможно прийти. Да, действительно, этот бизнес не особо рентабельный. Но если его грамотно выстроить, если правительство, если администрация территории будет обращать на этот бизнес внимание, привлекать и поддерживать этот бизнес, то он вполне себе живучий. И, так скажем, перспектива его достаточно светлая. Организаторы отмечают, что пилотный проект состоялся. Для инвесторов социальный бизнес стал более понятным. Предприниматели же на деле поняли, как общаться с инвесторами. Организаторы увидели сильные и слабые стороны проекта. Все это учтется при подготовке инвестиционного подиума в следующем году. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.